Я говорю, что война – это не хорошее грязное дело, но необходимость была, все это осознали хорошо и воевали добросовестно, честно. Кто жив остался, кто ранен, скалечен, а кто вообще. Говоря «вообще», Анатолий Дмитриевич затихает. И сегодня в его сердце печаль о погибших товарищах-командирах. Прошло много лет, а в душе тревожно и неспокойно. Особенно в эти жаркие августовские дни. Такие же, как и в далеком 1944-м, когда их армия встретилась лицом к лицу с врагом, освобождая белорусские земли в рамках специальной операции «Багратион». Было непросто, однако каждый освобожденный километр становился маленькой победой. Люди ликовали, встречая советских солдат. В то время не спрашивали, в какой операции участвуешь. А 8-й танковый корпус, он участвовал во многих операциях. Мы и Кенигсберг брали, и Данск. В свое время, конечно, мы довольны были. Этот 2-й батальон мотострелковой «Быково» был всегда в авангарде. Пробивал, как говорится, разведку делал. А потом уже танки останавливались. Подходила пехота. Мы довольны были. А нас перебрасывали на другое участок. И дальше вот. И пусть сегодня помнится не все. Память уже не та, признается Анатолий Дмитриевич. События той страшной войны, словно наяву, всплывают в памяти ветерана. Запечатлелся, словно на черно-белой пленке, каждый момент, когда было сложно, но так хотелось жить. Именно это жизнелюбие Анатолий Дмитриевич пронес через всю свою судьбу. Да, сегодня внешне он не так похож на того безусого солдата, что смотрит с улыбкой со старой фотографией. В свои 94 Анатолий Дмитриевич все так же молод душой и любит то, что делает. Одно из самых дорогих увлечений ветерана – рисование. За эскизами он проводит много времени. Ветеран признается, он пишет красоту. Красоту, которая окружает и вселяет веру в будущее. Когда пацаном был в школе учился, карикатурки всякие такие рисовал. Любил я рисовать, баловался просто. А уже вот когда закончилась война, после войны время стало побольше, я стал рисовать и для себя. У меня есть альбомчики, где я свою хатку в деревне нарисовал, соседнюю нарисовал. Сегодня Анатолий Дмитриевич Егоров и Василий Ефимович Греховодов, также ветеран Великой Отечественной войны, почетные гости приема, организованного городским советом ветеранов, объединением профсоюзов и лидерами Республиканского союза молодежи в рамках акции «Помнить о павших, гордиться живыми». Совместными усилиями они делают все возможное для того, чтобы каждый седовласый герой эпохальной войны был окружен заботой. Это главная миссия благодарных потомков. Это низкий поклон тем, кто подарил миру великую победу.